Сразу на две позиции, с 17 на 19 место, опустилась Турция в мировой рейтинговой таблице, публикуемой ежегодно Центром экономических и деловых исследований. По мнению специалистов, это случилось из-за падения национальной валюты и сокращения объемов внешней торговли. Как этот факт отразится на жизни рядовых граждан и пострадает ли внутренний рынок, выясняли наши корреспонденты. Прошлый год для Турции выдался нелегким. В стране дважды прошли выборы. Народ стал свидетелем напряженной борьбы политических партий. Волнения на Ближнем Востоке и различные кризисные ситуации в соседних государствах также оказали негативное влияние на экономику Турции. В результате национальный доход снизился с 827 миллиардов долларов США до 767. В 2014 году снижение курса турецкой лиры к американскому доллару привело к тому, что рейтинг Турции в мировой экономике опустился на два пункта. Теперь, по мнению экспертов, стратегический план официальной Анкары о вхождении в первую десятку передовых экономик мира к 2023 году требует пересмотра. А министр экономики страны Нихадзи Бекчи, подытоживая прошлый год, заявила о том, что война в Сирии и в Ираке, а также экономические санкции западных стран в отношении России отрицательно сказались на внешнем торговом обороте Турции. Нестабильность в соседних странах и другие проблемы в регионе тормозили развитие нашей экономики. Во внешней торговле наравне с доходами понесли и огромные издержки. К примеру, в этом году сильно сократился товарооборот с Украиной, Россией, Ливией, Ираком и Китаем, из-за чего страна лишилась 4 миллиардов долларов США, которые должны были поступить от экспорта в эти страны. В прошлом году инфляция в Турции составила 8,17%. По данным Института статистики, больше всего подорожали продукты питания и услуги в гостиничной сфере. Товары народного потребления, цены на которые выросли как минимум на 13%, значительно облегчили карманы простых жителей Турции. Это самый дешевый базар Анкары. Если сравнить с торговыми центрами, здесь продукты стоят на 70% дешевле. Разница в цене как небо и земля. Конечно, потребительские товары подорожали, этого не скроешь. По-моему, нужно избавиться от посредников, накручивающих цены. Снижение мировых цен на нефть и газ способствовало тому, что инфляция в Турции не превысила двухзначного показателя, потому что бесконечный рост цен на продукты и услуги сильно осложнил бы социальную ситуацию. А правительству в первую очередь необходимо решать вопросы занятости населения, потому что уровень безработицы в стране в этом году достиг 10,5%. В 2014 году экспорт Турции достиг 158 миллиардов долларов в США. Это 0,83% мирового внешнего товарооборота. А в этом году турецкие власти намерены довести данный показатель до 1%. Катерина Брюнюк, Ержан Джунис из Турции.